Харе Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи, сегодня сняла свой аккумулятор на профилактику, потому что скоро морозы и надо бы его подшаманить немножко, потому что ему уже больше шести лет и ему немножко плохо уже стало. Не совсем так, чтобы совсем ему уже плохо, но надо его подшаманить, потому что в последний раз я его давненько подшаманивал и конечно ему немножко поплохело. Так, и что? Видим с первого взгляда. Ну, кроме того, что крышка грязная, он же с машины снятый. Интересует меня вот этот вот белый налетик. Белый налетик. Что бы это значило? Притом на клеммах этого налетика нету. Нигде. Так вот, почему появляется белый налет? И что бы это значило? А вот этот белый налет может появляться на клеммах, а может появляться на металлических частях автомобиля, которые близко расположены к аккумулятору. Особенно на аккумуляторной подставке. И особенно, если там оголенный металл, то есть нету краски. Так вот, что за белый порошок? Это сульфат свинца. Если возьмем аккумуляторную пластинку, то она тоже белая. Так вот, этот белый порошок, это тот же порошок, который на этой пластинке. Но, опять же, не все так просто. Потому что бывает не сульфат свинца, а сульфат железа. Так вот, почему появляется этот белый порошок? Дело в том, что этот белый порошок, это предвестник того, что у вас появились проблемы глобальные с аккумуляторной батареей. Особенно, если этот налет на клеммах аккумулятора. И тем более, если на металле автомобиля. То есть возле аккумулятора на металлических частях. Особенно вот на этой перемычке, которая держит аккумулятор, чтобы он не вибрировал на автомобиле, когда вы едете. Так вот, если появился этот белый налет, это уже глобальные проблемы. В данном случае это не глобальные проблемы, а не герметичность между корпусом аккумулятора и зеленым глазом. То есть тут есть щель. Так вот, почему появляется этот белый порошок? Сейчас я вам покажу, что это такое. Возьмем немножко дистиллированной воды и польем этот порошок водой. И возьмем лакомствую бумажку, которая определяет кислотность и щелочность. И приложим к этой самой воде. Видно, что она краснеет. Почему краснеет? Потому что это кислотная среда. То есть это кислота. Так вот, этот белый порошок, это ничто иное, как сульфаты кислоты. Притом, если они садятся на свинец, то это будет сульфат свинца. А если садится на металлические части автомобиля, то будет сульфат железа. Так сказать, сульфат сульфату разница. Вот видно хорошо. Красненький, вроде как месячный у аккумулятора. Так вот, почему возникает месячный. Дело в том, что вот этот порошок, это есть производная от кислоты. Откуда берется у нас кислота вокруг аккумулятора. Потому что, понятное же дело, если порошок возникает на клеммах, на металлических частях, то там произошла реакция кислоты серной. Соответственно, образовался сульфат свинца или сульфат железа. Откуда взялась кислота, которая пошла в реакцию с металлическими частями, со свинцом. Так вот, кислота, соответственно, берется из аккумулятора. Почему она вылетает из аккумулятора? Потому что многие пишут, ну правильно пишут, потому что книжек начитали. Они же не подписаны на этот канал. А тут разбирается все дотошно. Так вот, почему кислота вылетает из аккумулятора? Потому что, опять же, книжки пишут, что надо доливать только воду. Аккумулятор кислоту никогда не теряет. Так вот, это неправда. Аккумулятор тоже теряет кислоту. И теряет он ее в виде аэрозолей. Которые вылетают из вентиляционного окна, когда аккумулятор очень сильно кипит. Ну, при любом кипении они, собственно, аэрозолей образуются. Почему образуются? Потому что пузырьки выходят на поверхность электролита, лопают и распыляют электролит в мелкодисперсную форму. В том числе, воду и кислоту. И вот эта вода с кислотой, мелкодисперсная, вылетает в вентиляционное окно. Почему кипят аккумуляторы? Особенно это проявляется летом. В жару. Потому что аккумулятор перегревается на улице плюс 30. Мотор горячий под капотом еще жарче. А что у нас происходит, когда аккумуляторная батарея перегревается больше 40-45 градусов? У нас хлопываются отрицательные пластины. Вот эта отрицательная пластинка, она пористая. И вот эти поры от нагревания, потому что физика никуда не денется. При нагревании тела расширяются. И вот когда свинец расширяется, а он же пористый этот свинец, он начинает закрывать поры за счет линейного расширения частиц свинца. Соответственно, пластина схлопывается. Такой есть термин схлопывания отрицательных пластин. То есть поры сужаются. И резко падает емкость аккумулятора. А кто смотрит мои видео, подписан на канал, то тот знает, что емкость аккумулятора по большей части зависит от емкости аккумуляторных пластин отрицательных. Именно из-за этого вот эффекта схлопывания. И как только при жаре у вас схлопнулись эти пластины отрицательные, ваш аккумулятор заряд перестает брать. Даже если вы подаете на него небольшое напряжение, и даже если вы подаете на него небольшой ток, он все равно начинает кипеть. Начинает кипеть, начинают выделяться газы, начинает подниматься пузырьки на электролит, образуется аэрозоль. Аэрозоль вылетает из бака. Так вот, чем хуже состояние аккумуляторной батареи, тем больше он кипит. Опять же, кипеть может из-за большой температуры перегретой, или чаще всего, если аккумулятор засульфатирован, то есть сульфат на пластинах. Электролит в поры не заходит, опять аккумулятор теряет емкость и начинает кипеть даже при низком напряжении и даже при малом токе. Получаем вот такую вот беду, с которой сталкиваемся. Так, ну тут понятно, что тут не герметичное окно зеленого глаза, то есть индикатора плотности. С этим у нас проблемы. По клеммам проблем нет, потому что частенько тут отслаивается корпус от штыря свинца, и тоже образуется щель. Тогда клеммы покрываются этим белым снегом. Тут проблем нет, все хорошо. На металлических частях автомобиля этого снега тоже нет. Это хорошо, это значит, что аккумулятор еще подает признаки жизни. Вернее, не подает признаков того, что ему уже абсолютный капут. Так, ну что же. Сейчас мы этот аккумулятор зарядим и будем смотреть, что там делается у нас с уровнем электролита. А он тут, конечно, в разнобой к гадалке не ходи. Посмотрим, какая плотность. Тоже, скорее всего, разнобой. По крайней мере, одна банка плюсовая, потому что она у него была проблемная. Кто смотрел видео по восстановлению этого аккумулятора, тот знает его проблему этого аккумулятора. Но вот после той проблемы, после того видео, уже прошло не один год. И, как видите, аккумулятор исправно работает. Сейчас мы его зарядим, протестируем прибором. Потом протестируем ариометром. Потом посчитаем по формуле голой бабы с сиськами. И увидите, насколько врут те приборы, которые вы покупаете в магазинах. Потому что, если вы умеете пользоваться вольтметром и ариометром, никакие приборы вам не надо. Ну и, соответственно, подписаны на этот канал. Ну, а сегодня было такое видео. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, все равно ставим лайк. Потому что я очень жаден. Ну, а в следующих видео будем делать тестирование этого аккумулятора. Смотреть его проблемы и их исправлять. Сейчас он заряжается, дозарядится. И продолжим. Продолжение следует...